Около 6 тысяч школьников Хабаровского края в этом году приняли участие в ЕГЭ по русскому языку. Сегодня о результатах тестирования, а также о том, что происходит с великим и могучим, поговорим с кандидатом филологических наук, проректором по внеучебной работе Дальневосточного института управления Елена Михайловна и Крадожон Мазуровой. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте поговорим, собственно, о ЕГЭ, с него и начнем. Как сдали именно русский язык? Сдали хорошо. Ну, хотела бы сказать на удивление, но, в общем-то, мы к этому стремились. Сдали хорошо, лучше, чем в прошлом году. Хотя задания были труднее, на мой взгляд. В среднем, в баллах это сколько? В баллах. В прошлом году было где-то 59, в этом году русский язык, говорю только о русском, выше 60 получается. То есть это здорово. А если говорить о Хабаровском крае, может быть, Хабаровске в рамках России? В рамках России мне очень понравилось, когда мы смотрели статистику, что у нас где-то около в 1,7, можно сказать, в два раза меньше плохишей, чем по России в целом. Это тех, кто нижний порог проходил с трудом или не прошел. Так что и здесь мы не впереди России всей, но в первой десятке. Кстати, вот о тех, кто не справился с заданиями, таких сколько? Таких, то, что вот последняя статистика, Алла Кузнецова нам сообщала и по телевидению выступала, она сказала, что 11 человек, но из них семеро, это выпускники вечерних школ. Им будет предоставлено право сдать еще раз. Это я говорю об обязательных предметах, ну то есть русский язык и математика. То есть в принципе мы справились. В принципе мы прошли рубеж, да. Поздравляю нас всех с этим. Спасибо. Особенно выпускников, потому что для них это дикий стресс был. Да. При этом вы говорите, что ЕГЭ вот именно по русскому языку стало сложнее. Да. В чем это проявляется? Что сейчас вообще? Потому что когда я сдавал, там было, видимо, что-то совершенно другое. Ну, совершенно другое, конечно, так сказать нельзя. ЕГЭ начали усложнять год назад. Усложнять и с другой стороны, как сказали, упростили. И когда вы сдавали, было больше 30 заданий. Вы помните, была часть А, потом часть Б. Это были где-то там, да, до 8 заданий в разные годы. И потом еще часть С. Теперь оставили две части. Вот у нас всего 25 заданий. Две части каких? Часть 24 задания не разделяется. Ну, допустим, скажем, это Б и написание текста, сочинение. Так же, как вы писали, ну такой эссе на 150 слов. Но вот эти 24 задания, они усложнились. То есть, во-первых, 5, да, до 5 вариантов. Во-вторых, выбор ответа может быть иным. И вы ставили галочки, и были удачники, которые, да, галочку поставили. Родители, господи, мой же, мы думали балбес, а он же вот он. А клевер-то не просто так он положил четырехлистный ботинок. Да, 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 конечно. Вот. А сейчас, конечно, все иначе. Потому что если наш выпускник не знает терминологии, например, что такое пароним, он никогда не угадает, где этот пароним и его не найдет. То есть, он должен знать содержание предмета. В этом сложность. И очень сложные задания, ну, например, задание номер 7. Это задание трудное, потому что там даны, даже с прошлого года, с 15-го, оно усложнилось. Там даны пять вариантов А, Б, В, Г, Д, да. А, Б, В, Г, Д. Пять вариантов ответа. И к ним девять неправильных предложений. Нужно не просто выбрать правильно-неправильно, но узнать, какого типа ошибка. То есть, это сложно. Вот сейчас я, услышав вас, ставлю под сомнение свою оценку, которую я получил в своем время на ЕГЭ. Если возникают проблемы с правописанием, то к кому обращается большинство современных людей? И, конечно же, к интернету. Предлагаю взглянуть на рейтинги самых популярных запросов о правилах русского языка. Команда Яндекс проанализировала поисковые запросы пользователей и составила рейтинг самых сложных правил русского языка. Пунктуация и стилистика вызывают трудности примерно у каждого десятого. А вот с орфографией прям беда. Ей посвящены три четверти запросов. 7% пользователей озадачиваются правописанием частиц НИ и НИ. Шестеро из ста проверяют безударные гласные в корне слова. Примерно столько же мало знакомы с приставками. 5% освежают знания о спряжении глаголов в сети. Также в интернете бурно обсуждаются такие спорные варианты, как «был надет» или «был одет». Если слово «кушать» в русском языке, «извиняюсь» или «извините». Очень много гаджетов. Гаджеты вымещают книги, все это понятно. Но вы сами не считаете, что это нормальный процесс? Ну, в плане естественный и логичный, что так и будет. А от этого ведь происходит какая-то ситуация. Язык, вокабуляр, он беднеет разговорный. Вот этот процесс действительно ли необратимый? Или все-таки есть за что побороться? Как тогда? Ну, бороться с гаджетами бессмысленно. Скорее, они могут победить. Да, это очень страшно. Это страшно. Наверное, лет 6, может быть, 7 назад все умилялись, когда показывали, как первоклассники махонькие такие приходят, им на тележках в классы возят планшеты. И они не ходят с тяжелыми ранцами за спиной, а они в планшетах уже быстренько ориентируются. Вот эти детки подросли. И сегодня все схватились за голову. Господи, наши ребята не могут подумать, если перед ними лист чистой бумаги, карандаш или ручка. Они не умеют мыслить. Если они не видят клавиатуру перед собой, все, беда. То есть им нужен планшет. Я думаю, что это две стороны медали. Потому что и в планшетах ребята могут читать электронные книги. Мы же знаем, что это тоже стало модным одно время. С другой стороны, кому-то приятно пошелестеть страничками. И у нас открывались бук-кафе, и они есть и в Питере, и в Москве. И там все-таки студенческая преимущественная аудитория. Они дедушки и бабушки приходят и листают у них дома библиотеки. Но представить себе сегодня врача, выпускника медицинского вуза, который должен мгновенно ставить диагноз, используя точнейшую аппаратуру, и пять минут включает компьютер, невозможно. То есть скорость реакции у врачей, у тех, кто связан с оперативными видами деятельности, обязательно она развивается только при общении с клавиатурой, как у музыканта. Чтение все-таки формирует не школа, вкус к чтению, а семья. Ну действительно, мы говорим о том, что проблема есть, и проблема-то она в семьях. Проблема чтения, да. Да, проблема чтения, она в семьях. А делать-то что? Поэтому здесь, ну я думаю, что сначала посмотреть социологическую статистику. Среднестатистический родитель, хороший родитель, я не говорю о плохих, хороший родитель общается с ребенком школьного возраста в 18-19 минут в сутки. То есть мы это знаем. Понятно, что за 18 минут он ему сказал доброе утро, накормил, не забудь закрыть дверь, выгули собаку, да, твои обязанности, вернись, закрой дверь, открой, и это уже 4 минуты, почитать некогда. Ну, Пушкин не был бы Пушкиным без няни Арины Родионовны, которая ему не читала, а просто рассказывала. То есть ребенку необходимо общение. Ну, вот эти 18-19 минут, они ведь, ну это тоже, почему так происходит? Время такое. Это все логичные вроде бы, с одной стороны, процессы. То есть бедный язык, бедный русский язык, вот этот вот, казалось бы, оксюморон, но нет. Он к этому придет или нет? Не придет, но для этого нужно сделать волевое усилие. Мы же помним, когда младшеклассникам дали задание нарисовать к школьной программе «Бразды пушистые, взрывая, летит кибитка удалая». Они нарисовали «Звездные войны», расстреливают из ракет что-то пушистое, беленькое, с маленькой мордочкой, то есть они сочувствовали браздам, не зная, что такое бразды. Почему? Потому что с ними никто не читал и не рассказывал. Гаджет не расскажет. Они просто пролистнули, раз взрывая, значит, стреляли. Напоминаю, что у нас в гостях кандидат филологических наук Елена Михайловна Крадожон-Мазурова. И мы говорим, конечно же, о русском языке. Как думаете, вот действительно, вот эта компьютеризация, какая-то постоянная гонка зачем-то куда-то, нет времени на книги. Вот через сто лет, если так все будет продолжаться, через двести, с русским языком что произойдет? Русский язык – это самоочищающийся организм. То есть языку ничего нельзя запрещать. Вообще, вот мы все время говорим русский язык, русский язык. Но русский язык – это теоретическое построение. Мы все-таки ведем разговор о речи, о русской речи. А речь – это все примеси, которые есть. Вот мы открываем кран с водой, там не питьевая вода, да? Но мы ею пользуемся, то есть это наша жизнь. Точно так же русская речь. Она должна проходить какие-то фильтры. Но искусственно это делать нельзя. То есть она самоочищается. Когда Пушкин поставил эксперимент первый и вместо карамзинского многословия и плетения словес предложил простые предложения, вот буквально позавчера об этом говорил профессор Горшков, замечательный профессор Литературного института имени Горького. Он сказал, Пушкин привел к минимализации русский язык, и его за это не просто ругали, все этого боялись и говорили, он его упростил. Он его сделал простонародным. Но прошли века, и даже первый век, и мы поняли, что это было гениально. То есть вот эта вот система компрессии или сжатия языка, она обязательно для всех развитых языков мира. Это норма. Я не боюсь языка СМС. Если у человека есть что-то в голове, и он сумел сжать информацию до СМСки, и в ней есть смысл, это здорово. Если он пишет 42 слова предложения, и там смысла нет, это худо. Большинство сейчас общается, работает и практически живет в интернете. Безусловно, это накладывает определенный отпечаток на наш язык. Какие слова появились в речи за последний год? Предлагаю взглянуть. Не так давно в наш лексикон вошло новомодное слово «селфи». Теперь этот способ фотографирования самого себя именуется «себяшка». А теперь небольшой спойлер. Наверное, неоднократно слышали такое выражение. На самом деле, это не что иное, как преждевременно раскрытая важная сюжетная информация. Например, в кино. С экранов мониторов прямиком из социальных сетей в нашу речь вошел вот такой призыв к действию «го». Это буквальное прочтение английского слова «go». Идем. Так вас могут пригласить, например, на вечеринку. Кстати, организаторы шумных мероприятий теперь гордо именуются «потимейкер». Современные девушки своих кавалеров называют не иначе, как «кун». Сначала такое прозвище «бойфренды» носили в среде поклонников аниме и манго. Затем обозначение стало распространяться на всех молодых людей. Привычный лайк тоже сменил название. В русскоязычном сегменте интернета появился «лойс». Считается, что это результат преднамеренной опечатки. И, конечно же, сейчас мы не можем дать совет. Мы делимся лайфхаками, хитростями, помогающими решить бытовые проблемы. Язык смс-ок, язык сухой. И действительно, больше сейчас сводятся не к общению, взаимодействию между людьми, а к коммуникации. Информацию передать бы как. При этом, когда мы говорим о великом и могучем, мы подразумеваем четыре депричастных оборота, два причастных, кучу каких-то украшений словесных. Начну сейчас возражать. Вот как раз теперь уже могу говорить по профессору Горшкову. Потому что он у нас сегодня классик. Вот он привёл такой простой очень пример из «Капитанской дочки». «Лошади тронулись, точка, колокольчик зазвенел, точка, кибитка понеслась». Он сказал, разве здесь мало образности? Посмотрите, какая логика, какая последовательность. Одно не могло опередить другое. Или «Восток олел». Всё, уже всё сказано. Нет, с этим я согласен. Хорошо, тогда так. Вы сейчас говорите о «Капитанской дочке». «Капитанская дочка» — это в той версии, как я считал, это вот такая книжка. Ну да. Язык смс-ок, его не существует как такового. Ну, в том плане, что это минимальный вообще какой-то вот вокабуляр. И при этом я рад буду, если человек сможет смс-ками вот этим слогом написать книгу. Но ведь речь-то о том, что просто мы не умеем долго общаться. У нас сейчас вот всё сводится к тому, как дела, привет у тебя, как привет, пока. Я имею в виду, что... И это немножко вот связано с тем, что ещё хочу сказать. ЕГЭ, как таковое, у нас действительно сейчас образование, мы уже в этой студии тоже об этом говорили, ЕГЭ делает образование не получением знания, не процессом, а процессом непосредственно подготовки к экзамену. Отсюда у нас вытекает неспособность и мыслить, и думать, и излагать какие-то свои идеи. Вот с этим что делать? Ну, депутаты Госдумы голосовали за то, чтобы вернуть сочинение. Это часть первая. И сочинение начали писать. Очень наивно, потому что когда-то мы от этого уходили, говорили, что уже исписался народ. Но всё-таки это попытка мыслить. Это часть первая. К разговору о тревоге за судьбу языка. Часть вторая. Это народная была инициатива писать тотальные диктанты. И она не из Москвы пришла. Она пришла из сердцевины России, из центра. И вот достигла она Дальневосточного региона. И три года мы пишем тотальный диктант. Год назад писали в нашей Академии бывшей госслужбы. 507-я аудитория. Там 150 могло максимум вместиться. В этом году мы писали в актовом зале. И никто никого не звал. То есть мы одна из площадок, наша Академия. И пришло столько людей, что писали. Даже мы открыли двери в актовый зал в фойе. Причём люди разных возрастов. Приходили с детьми, приходили с семьями, приходили люди пожилого возраста. У них была цель написать тотальный диктант. То есть они хотят говорить. Сегодня становится модным говорить грамотно. Если подытожить всё нами перечисленное, то действительно всё зависит от нас. И в первую очередь за то, чтобы русский язык оставался великим и могучим. Отвечаем в первую очередь мы сами. Ну что ж, я напоминаю, сегодня у нас в гостях была кандидат филологических наук Елена Михайловна Крадожон Мазурова. Елена Михайловна, спасибо большое за беседу. Я думаю, мы справимся со всем. Спасибо большое. Язык – это часть национальной безопасности. Так что справимся однозначно. Спасибо. Спасибо.